Сдача нормативов по силовой подготовке проходила на стадионе «Металлург». На спортивные мероприятия пришли ученики старших классов и школ Ленинского городского округа. Подростки проявили себя в таких испытаниях, как наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание на перекладине, прыжок в блину, пресс и отжимание от пола. Результаты у всех хорошие. Видно, что ребята готовились, видно, что ребята очень хотят именно золотой значок. И они очень стараются. Ученик 11 класса Бутовской школы номер один Артур Ахаян пришел сдавать нормативы ГТО, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Артур планирует поступать в военное училище. Признается, что немного боялся гимнастических упражнений. Я, честно говоря, не любил тянуться вообще сам по себе. Не люблю тянуться. Больше на силу люблю давить. То есть подтягивания, пресс, отжимания и такие вот нормативы. А гибкость думал, что будут проблемы, но, к счастью, получилось. Сдал нормально. На золото получилось. Артур рассказал, что успешному выполнению нормативов комплекса ГТО и хорошей физической подготовкой он обязан своему преподавателю по физкультуре. У меня свой военнослужащий клуб. И вот ребята, которые занимаются у меня, нормативы ГТО, для них это стандарт, который мы сдаем в клубе. Так что приезжая сюда, ребята уже знают, что от них требуется, сколько, и поэтому выполняют норматив на 100%. Ребята также могли продемонстрировать свою меткость в стрельбе из электронного оружия. Тир для ГТО представлен компьютерным макетом пневматической винтовки, которая в полной мере имитирует процесс выстрела. Сегодня у нас выдался хороший день. У нас целых пять человек сдало нормативы по стрельбе, что большая редкость, потому что обычно где-то есть человек 30, но 2-3 сдают. Но если ходить регулярно каждую неделю, вот на третий раз, мы так уже вывели небольшую статистику, на третий раз дети все-таки сдают. По результатам тестирования 22 золота из 34 человек, пришедших проверить свои физические возможности. Следующие испытания, теперь уже по метанию снарядов, пройдут 19 марта также на стадионе «Металлург». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Витное ТВ.